Я хочу спросить только одно благословение, потому что не могу сказать много благословений, когда слухой, очень смешленный, сказал, хорошо, я хочу пристили одно благословение. Я хочу кормить своего сына с золотой ложкой, сидя на слоне, находясь во дворце. Кто может оставаться во дворце, царь, а кто имеет золотую ложку, это тот, кто очень богат. И также, когда он говорит, я хочу кормить своего собственного сына, значит, он уже будет женат, имеется в виду, если у него сын. И также он здесь подчеркивает, что это возможно лишь только тогда, когда у меня будут зрячие глаза. И на самом деле он был очень сообразительный, потому что также Шимад Бхагавата, оно является калпаврикши. И что является фруктом калпаврикши? О чем мы должны просить, Шимад Бхагавата? О каком благословении? Если вы будете просить о према Бхакти, и что это, Юля? Тогда вы обретете все, это Бхакти Господу, и тогда вы обретете все, что вам необходимо. Это желание служения Господу. И точно так же, как Хануманаджем. Хануманаджа, о чем он его просит, о чем заключается его молитва? Я лишь только молил о Бхакти и находясь в Садусанге, Атсад Санге. И самый высочайший плод обретения, в котором можно, как в этом шлоке объясняется, и это благословение. В чем оно заключается? Польша Пахчетар Мухараджи продолжает просвещать Шимад Бхагаватам. Тот, кто Пхагубук, и тот, кто Расик, и два вида политицированных вачнавов, которые могут насладиться этим сладким фруктом, который является сам Шимад Бхагаватам. И поэтому, вы знаете, в Индии, а в особенности во Вриндаване, эта раса, это сладчайший нектар, который доступен всем. Но на самом деле, эта раса, она является Амритой. Амритой, которая относится к Кришне, и кто же может насладиться этой Амритой по отношению к Кришне, лишь только в Раджагопе. И каковы доказательства этого? И все мантры ведические, которые совершали скезы для Господа, и также в Брама Пуранах объясняется, когда Кришна был очень доволен, и Он пришел к этим орицетворенным мантрам, и Он дал им благословение, что они в следующей жизни родятся в образе Враджагопе. И также Он далее сказал, вы обретете рождение из луна в Раджагопе в следующем своем рождении. И поэтому все олицетворенные мантры, которые индивидуально, каждая из них приняла рождение в Раджагопе во Врадже, и затем они достигли отношений супружеских с Кришной. И тогда они смогли обрести вот это от Амриту лотосных губ Кришны, сладость его. И так же Шлагурадев рассказывал, приводя один пример, каким образом мы должны совершать все бхакти в настроении Враджагопе. Поэтому вы должны отдать свой ум лишь только Кришне. И Шлагурадев говорил, что самовозвышенная шлока из Бхагавадгиты, которая объясняет. Ошлагурадев объяснял значение этой шлоки. Объясняя каждое слово этой шлоки, он очень детально объяснял. О, каким образом можно успокоить сердца в Раджагопе, которые горят в разлуке. Почему? Потому что они отдали, Кришна говорит, они отдали мне свой ум и погрузили его в размышления обо мне. Вы знаете историю с Азанасанной Враджагопе, которая только что появилась во Врадже. Она вышла замуж. Вы знаете, что Враджагопе, она необычная. Она являлась одной из Шрути-чарей, или же Муни-чарей, или одной из Риши Дандакарани, или же, может быть, она была воплощением статуи Ситы Деви из Рамалилы. И затем вот эта Враджагопе, которая приняла рождение во Врадже, вышла замуж. И приехала в то место, где жил Кришна на Дагане. И Кришна, возвращаясь из леса, играя на флете, все Враджагопе, они покинули свои дома, чтобы увидеть Кришну в этот момент, когда он идет в лес, или же возвращается из леса со своими бесчисленными друзьями и коровами. Почему? И поэтому вся семья этой Враджагопе, которая никогда не видела Кришну, а у нее тоже было очень сильное желание увидеть Кришну, но ее свекровь и также невестка, они сказали, нет, ты не должна идти. Она спросила, почему? Потому что это змея, черная змея, если она укусит тебя, а то тогда под влиянием этого яда ты просто погибнешь. И она спросила, почему же вы все идете, ты идешь, твоя дочь идет, моя свекровь идет. Почему вы все идете, что вас змея не укусит, а только меня, я тоже пойду. И она отказалась, и она побежала к воротам. И когда она приблизилась, она покрыла свое лицо вуалью и обрела даршин Кришны, и Кришна точно заметил эту новую раджагопе, и под предлогом, чтобы увидеть ее поближе, он схватил хвост этого теленка, теленок испугался, побежал в сторону раджагопе, Кришна стремился за ним. И когда он подошел поближе, он взял флейт и прикоснулся к подбородку этой гопи, он посмотрел в глаза и улыбнулся. И когда этим взглядом он посмотрел на раджагопе, он посмотрел и повернулся, и в этот момент, так в гопе-гите, в раджагопе говорят, что Кришна, подобен Камадеву, он, купит он любви, он имеет стрелы, которые пронзают сердца. Своей прекрасной, своей неотразимой красотой, своей игрой на флейте, своим милостным взглядом, своей улыбкой. Эти четыре стрелы, которыми обладает Кришна. Камадев, сам Бог любви, олицетворенный образ Кришны, трансцендентный, который имеет также эти стрелы. но если материальный, купит он, у которого есть пять стрел, который хотел, который хотел сразить Кришну, считая себя неотразимым, но ни с осталью ничего не было сделать, и он потерял сознание, когда увидел красоту Кришны. Сам и Кришна, обладающий неотразимой красотой, настолько привлекателен. Ну, скажи ему, пожалуйста, чтобы он это двинулся. В чем проблема? Чуть-чуть. Когда Кришна, Он украл ум и сердце этой Раджа-Гопи, которая только что приехала на Нандага, и ее мать подошла, а она стояла, не двигаясь подобно, она совершенно конемела, потому что этот яд, который Кришна, Кришна, как сказать, попоил свое сердце, полностью отравил ее, и она стояла, как статуя, и тогда свекровь подошла и сказала, я же говорила тебе, что эта змея укусит тебя, и ты погибнешь. Но Раджа-Гопи ничего не говорила, она взяла ее насильно, привела в дом. Поэтому, о, Кришна, здесь в этой, вот в этой шлоке объясняются молитвы, когда свекровь обратилась и подумала, надо ее занять каким-нибудь домашней работой, чтобы она отвлеклась. И она сказала ей, чтобы она начала взбивать йогурт, но вместо йогурта она начала взбивать зерна. Затем она сказала ей, чтобы она пошла набрала воды в колодце. Она взяла ребенка, и затем она взяла три горшка, и когда она пришла к колодцу, она взяла веревку, и вместо того, чтобы привязать ведро и отпустить в колодец, она вместо этого закинула петлю на шею своему ребенку. И тогда все, кто находился рядом, они подумали, о, она, у нее, может быть, привидение появилось, но очень самая смышленая из вражей, Гопи сказала нет, она, ей владеет, и не привидение, это сам, это сам сын Нанда Махараджа, который полностью похитил ее сердце. Но есть специальная мантра, с помощью которой можно, с помощью которой можно избавиться от привидения. но от этого, ну, от Нанда, 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 невозможно, не имеется ничего, что может избавить от этого яда. И особое благословение, которое дарует нам, Шримад Бхагаватам, которое дарует Прима Бхакти. А сейчас Матукар пробуем, начнем продолжать говорить. Продолжение следует... я хотел бы предложить свои безграничные, безграничные Данда Ват Пранамы, моему духовному учителю, Шишимад Бхакти Веданта, Шидарага своему Хараджу, и также моему Шикша Гуру, Шишимад Бхакти Веданта, Прамешара Прагу, и всем собравшимся в Айшнаве и в Айшнаве. В Мангала Чаране, в этих шлоках, в которых объясняется, начиная с первой шлоки, которая является растворением Самбанды и Гьяны, которая и затем Абхидея, и затем Прайожжина, что является конечной целью, что является благословением Шримад Бхагаватам. Здесь подчеркивается, в этой шлоке постоянно, беспрерывно, здесь особенности, и кто может действительно насладиться той расой, которая пропитана подобно нектару Шримад Бхагаватам. И также, что является самим Шримад Бхагаватам, это объясняется в Мангала Чаране, что Шримад Бхагаватам является приютом всех рас. Ну, что является самовозвышенной расой, это Мадурия раса. Шримад Бхагаватам, которая является источником расы, и кто может постоянно пить эту расу, этот нектар сладостных отношений с Господом, кто квалифицирован, на считание Бхагаватам, мы слушали утверждение, что каждая джива, она может наслаждаться расой, своими отношениями, вечными отношениями с Господом, потому что она является дебиманшей, маленькой частичкой трансцендентного Господа, и поэтому она также квалифицирована, иметь расу, личные взаимоотношения с Господом, каждый джив этого мира, и целью человеческой формы жизни является обретение Кришна Примы. Потому что Кришна Бхакти является пройоджиной, конечной целью каждой дживы. Если родители, которые воспитывают сына, они желают ему больших благ и заботятся о нем. И если их сын о чем-то попросит родителя, они будут испытывать еще больше счастья из-за того, что они могут что-то сделать для своего сына и своей любви и привязанности, если, например, о чем-то попросит. То есть они как бы в служении, они испытывают даже больше счастья, чем если они сами принимают служение своего сына. И если он о чем-то просит, они будут испытывать большую радость. И поэтому это нет никакого недостатка. То, что также Господь дает нам, подобно родителям, все, что нам необходимо. И он дарует нам более того, Кришна Бхакти. Поэтому мы должны совершать усилия, следуя путем Бхакти. Для того, чтобы достичь что-то, вы должны совершать садану, следовать процессу, который приведет вас к обретению Бхакти. Поэтому это означает, что Бхакти, она зависит от саданы. Нет, она совершенно независима. Она независима от саданы. Почему-то, что обусловленные души этого мира, которые находятся в материном мире, от совершения саданы, они могут достичь особого положения, то есть то, что является для них самой, как сказать, целью. садан, И таким образом в шлоке Мангала-Чараны так же упоминается в этом предложении, что Бхакти, оно не смотрит на качество, а то, что находится в сердце, само настроение сердца. Очень важно. В этом так же, как, например, охотник. Таково поведение охотника, который убивает животных в джунглях. Тот охотник, он не убивает их сразу, но он убивает их так, что они не умирают сразу. Они как бы полуживые остаются и в агонии, и с милами, но они не умирали. Они находились в страшной агонии, а затем он увидел черного страшного охотника, который прятался за деревьями. И смотрел, как животные погибают. И этот охотник, когда Нара-Джи приблизился к нему, он сказал, что я очень испытываю большое счастье, когда я вижу настрадания этих животных. И тогда Нара-Джи Риши сказал, если бы ты чувствовал хотя бы маленькую частичку той боли, которую они испытывают, ты бы такого никогда не совершал. И он взял и брызнул водой на этого охотника, произнес специальную мантру. И этот охотник увидел, как эти животные, которые он убивает, они стояли в очереди, держа в руках оружие, чтобы убить его и разрезать на части. И тогда охотник, он увидел это, находясь в полном, он очень реально это все увидел. И когда Нара-Джи Риши затем привел его в состояние, и он сказал, как же мне жить, я же поддерживаю свою жизнь тем, что я совершаю охоту, и таким образом поддерживаю свою семью, как же я буду жить, если я не буду охотиться. И тогда охотник сказал, что я таким образом зарабатываю деньги для того, чтобы поддерживать свою семью. Нет перевода просто. Ну, здесь рассказывается, сейчас Шипат-Поджипат, Шидар Махара. Он говорит о том, как Нара-Джи дала ему мантру, которую он должен был повторять, но он не был в состоянии повторять ее, и он сказал, хорошо, если ты не можешь повторять Рам-Рам, повторяй Мара-Мара-Мара, что означает убить, убить, убить. И далее он рассказывает историю, что далее произошло. Вал Микариши, как он сломал будущее, он сломал стрелы и отказался, почему. И он спросил, Гуру, да, что же делать? Он сказал, оставайся в лесу и продолжай повторять мантру. И ты увидишь, как тогда жизнь изменится. Продолжение следует... 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 Поэтому, Господь, если святой приходит, на самом деле является большой милостью Господа, только лишь тот, кто обрел очень много благочестивой деятельности, он может иметь эту возможность. И тогда, сказал, почему ты мне дал эти наставления? Пожалуйста, скажи, зачем ты пришел? И он сказал, что я знаю, что ты через семь дней должен умереть. Я это вижу своим божественным взглядом. Я вижу то, что ты должен скоро умереть, через семь дней. И что произошло далее? Царь очень испугался. Он сказал, у меня такое могучее государство, царство, что же делать? Он сказал, да, это является истиной. Нет никаких сомнений. И тогда, когда царица ему сказала, он сказал, пожалуйста, оберни этого святого, который уже ушел. И он, когда вернулся, и сказал, о, баба, ты пришел действительно с особым заданием, и я совершил оскорбление тебя, я не выслушал. Я должен умереть в течение семи дней. Да, я знаю, что ты умрешь через семь дней. И тогда святой сказал, ты являешься величайшим донором, который много пожертвований делал, поэтому ты достигнешь небесной планеты. Что за проблемы? Райские планеты, это так же хорошо. Он говорит, что когда там есть одна проблема, когда ты будешь спать, тебя будут кусать комары. Он говорит, ну я говорю, хорошо, я могу сделать эту сетку от комаров. А что за проблема? Там есть маленькая дырочка, через эти комары могут так же прилетать и кусать тебя. Ну какое уже решение? Не волнуйся. То, что он должен был от этого комара умереть. И он сказал, ты на самом деле, баба, то, что ты говоришь, то, что я, как я могу взять что-то, если я умру, я же ничего не смогу с собой взять. То есть он, я лишь пришел для того святого, он говорит, чтобы информировать тебя о том, что ты, когда оставишь этот материальный мир, ты даже ни ниточку не можешь с собой взять, ничего. Поэтому зачем тебе бесполезно тратить время? Почему? Потому что твое тело, оно будет гореть в огне при кремации, и ничего не останется. Поэтому все, что, все единственное, что ты можешь потратить, прославление Господу, оно явится вечным багажом, который ты можешь взять с собой. И поэтому ты не можешь взять себе это целое царство, ты не можешь взять даже ниточку с собой. Ничего ты не сможешь взять. Пожалуйста, скажи мне, сколько ты времени в действительности можешь занимать свой ум вот этим материальным? Сколько у тебя было возможностей, сколько жизней ты находишься в этом плачевном состоянии? Поэтому слушай меня очень внимательно. Я на самом деле сказал тебе в начале, я тебе сказал, что не через 7 дней, что ты в течение 7 дней умрешь. Не через 7 дней, а в течение 7 дней. То есть ты даже не знаешь, что ты не знаешь, когда это произойдет, именно в какую минуту. И когда ты оставишь это тело, ты ничего с собой не возьмешь. И тогда царь, когда услышал об этом, он ожил. И когда он думал о том, что он после 7 дней умрет, он сказал, что в течение 7 дней это произойдет. И поэтому царь, он подумал. И тогда он дал ему Харина Малу, вот так, как сейчас показывает, поджи-плачий Дарма Харича, сказал, воспевай святые имена. И ты должен это совершать совершенно правильным образом. Подставляя Господа в медитации, не теряя время на приобретение денег и так далее. Но вот это то, что он говорил насчет Камара, он сказал, к примеру, что это может произойти таким образом. Когда он говорил про Камаров, что это было. И поэтому он принял Харинама и начал повторять святые имена Господа. Городев рассказывал эту харикадку. И парикшит Махарач не только, у него надел, потому что он знал, что у него есть 7 дней. Но у нас нет даже такой гарантии, что у нас есть 7 дней. Мы можем погибнуть каждое мгновение. Поэтому не нужно терять время. Как это возможно? Скорее, не теряем время зазря. Не чувствуйте, что я пришел в материальный мир для того, чтобы, как бы сказать, жениться, обрести семью. И потом, когда это все придет время, я буду совершать баджан. Но на самом деле, вы знаете, вот сейчас опасное время, ковид, вот этот, и все, что происходит в материальном мире. И слышим очень много в новостях, как семьи, как умирают члены семьи и не один. И это происходит повсюду. И поэтому нет никакой гарантии, что с вами произойдет завтра, вы не знаете. И поэтому, насколько это возможно, скорее, у вас есть шанс. Почему? Потому что удовлетворением телесных вот этих чувств вы совершали. И это в прошлой жизни, когда приходили даже в образе животных, таких как обезьяны, собаки и так далее. А вот в этой жизни вы обрели человеческую форму, с помощью которой вы можете совершать баджан. Это настолько редко и настолько вы удачливы, что у вас есть такая возможность. И тогда, когда он услышал слова святого, это на самом деле так подействовало на царя. И он подумал, что в действительности время очень настолько краткое. И он предался вот этим стопам этого святого и начал совершать баджан. Поэтому не тратьте времени, не думайте, что вы успеете это сделать завтра или послезавтра. Нет никакой гарантии. Сейчас же, с этого момента, не откладывая на завтра, на послезавтра, распевайте святые имена Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Когда вы узнаете о том, что вам осталось жить совсем немного, что вы сделаете? Вы будете очень настойчивы, зная, что у вас очень мало времени. Вы оставите все, свою семью, свои обязанности и так далее. Поэтому, как Морщила Городев рассказывал Харикадху в таком особом настроении, он говорил, что у одного личности было три сына. И он тогда не было никаких телефонов, ничего. И собирались, обсуждали священные писания, такие как Рамайна, как в деревне. Садились вместе в собрание, читали Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, Раману, Рамайну. А другие слушали. И там объясняется, что жизнь человеческая настолько редкая, что она также предназначена в совершении Харибаджина. И поэтому мы не знаем, насколько удачливы, что мы обрели эту человеческую форму жизни для совершения Бхагаваджина в этой жизни. И это личность, у которой было три сына. И они были очень квалифицированы, они поженились. И этот отец, он думал, сейчас уже мой возраст подходит к тому, что я уже могу оставить все семейные обязанности, принять понапрасну и пойти во Вриндаван. И он позвал своих сыновей. И сказал, подойдите сюда, я хочу вам кое-что сказать. И он сказал, у меня на самом деле не так много времени осталось. Вы уже женились, получили образование, встали на ноги. Сейчас мое время уже прошло, и я хочу пойти во Вриндаван и совершать Бхагаваджина. И тогда сыновья сказали ему, хорошо, ты можешь оставаться во Вриндаване. У нас хорошая работа, мы будем посылать тебе каждый месяц, и ты можешь поддерживать свою жизнь во Вриндаване. И когда отец ушел, ну, невестки, эти три невестки, они слышали этот разговор. И они сказали, о чем вы говорили. И они рассказали. И тогда сыновья сказали, что наш отец хочет остаться во Вриндаване. И мы согласились, и сказали, что будем каждый месяц посылать деньги ему, чтобы он мог поддерживать свое существование. Тогда его невестки, этого мужчины, сказали, о, какие вы глупые, обратившись к его сыновьям. Они сказали, вы тоже можете собираться и уйти во Вриндаван. Почему они так сказали? Потому что вы глупые. Мы никогда не думали, что вы... Потому что дети же находятся в семье, они поддерживаются тем, что... Что они поддерживались, поддерживались нашим свекрам, на самом деле. Почему? Потому что, если он ушел во Вриндаван, а сейчас... Вы должны делать так, чтобы тот кто-то должен заботиться, заботиться, заботиться о наших детях. И также он служил очень хорошо в семье, без всякой платы. И он делал сегодня очень многое для поддержания этой семьи. Сыновья нечем было сказать. И они сказали, что же нам делать. Они сказали... Один месяц прошел, они ему не послали ничего. Они подумали, что если они не будут поддерживать, он вернется домой. И поэтому они не посылали ему денег. И до какого-то времени... И когда... Когда он вернулся, он позвал их, они встретились. Или он приехал, и они сказали, они прикоснулись к его стопам. И они сказали, зачем ты нас покинул? Нам очень тяжело без тебя, потому что мы не можем возможность послужить тебе. И их настроение совершенно изменилось. Они начали проявлять такую привязанность к нему. И он был настолько привлечен и сказал, хорошо. Я не знал, что у вас такая любовь ко мне и привязанность, что вы так нуждаетесь во мне. И почему? Потому что все внуки и все внуки для меня, как гопаладжи, которому я служу. И он попросил, пожалуйста, прищите мне книги Ромаину и так далее. Вот. Но они ничего не отвечали ему. И затем, наконец-то, они прислали ему Бхагавадгиту. И он сел, когда он начал читать Бхагавадгиту, находясь. И он прочитал вот эту шлоку, где объясняется. И одна невестка подошла и сказала ему, зачем ты в комнате находишься здесь лучше? Лучше пойди сядь на травку, читай Бхагавадгиту, возьми палку в руки. И если там подлетит какая-то птичка или что, ты должен там пуля какое-то защитить одновременно от всяких этих птиц и животных. И когда он пришел, начал читать на травке Бхагавадгиту, животные там подошли. И что-то еще произошло. Когда он далее прочитал другая, дети пришли, внуки окружили. И у него был ум постоянно беспокоен. Каким же образом можно совершать Бхагавадгиту в такой ситуации? Кто-то говорит, что можно совершать Бхагавадгиту, находясь в домашних условиях. Это очень тяжело. Кто-то считает, что греха с хаширами можно совершать Бхагавадгиту. И они покидают возможность, например, находиться в храме. И думают, что это в семье возможно, но столько препятствий. Это невозможно. По-настоящему совершать Бхагавадгиту, находясь в семейных обстоятельствах. Что Бхагавадгиту также объясняет в Киртане, что на самом деле, сколько времени тратится для того, чтобы поддерживать семью, зарабатывать деньги. И поэтому всю свою жизнь в грехах с хаширами тратят время на это. Поэтому, что Бхагавадгиту продолжает объяснять, что уже является целью, если тот, кто оставит все свои семейные обязанности, покинет дом ради служения Господу. Как можно совершать Бхагавадгиту Господу? То, кто очень разумен, он оставит все пхога, стриха. Это желание чувственного удовлетворения. И будет совершать Бхажин в настроении Юкта Вайраги. Юкта Вайраги. Каждый должен совершать Юкта Вайраги. Истинное отречение. Есть еще Манки Вайраги. Обезьянное отречение. Это внешнее. Имеется также пять видов Вайраги, которые Юкта Вайраги, Пхалгия Вайраги, Маркет Вайраги. Последняя марка, Маркет Вайраги. Это последняя. Вы, например, видели обезьян. И тот, кто видит их, они кажутся, что они очень отреченные саду. У них нет никакого дома. Что они обретают, они сразу поедают. Ничего у них в запасе нет. Они обнажены, у них нет никакой одежды. И таким образом обезьяны, что они находят, они то и употребляют. И также они полностью обнаженные, повторяют. Но они обладают очень большим вожделением. Они очень вожделенцы большие. Монки, эти обезьяны, они будут сидеть очень спокойно, похожи на Муни. Они будут сидеть, но они в этот момент своими глазами, они смотрят, кто проходит мимо, и ищут свою жертву, для того, чтобы напасть на нее. И поэтому внешне они кажутся, что они отреченные внутри стихи, но внутри у них очень много вожделения. Это первый вид в Айрабье. Затем, например, когда происходит кремация, и кто-то, находясь там, он чувствует этот запах ужасный, что разносится вокруг при сожжении. И он чувствует себя в этот момент совершенно неудовлетворенным. И он начинает реализовывать этот мир. Он в действительности временный. И все разрушается постепенно. Я должен совершать баджа. А иначе меня ждет все самое плохое в моей жизни. Совершенно не имеет никакой цели. Но когда он возвращается с крем, и он видит, когда это тело, которое горит, у него сжигают, у него привязанности все, все вот это все. Но когда он возвращается к семью, когда жена начинает нежно с ним говорить, дети, и у него все обратно становится. Третье это фалагия, фалагия, как-то так. И кажется, как, например, если тот, кто входит, как, например, и далее, как, например, мать, которая дарует рождение ребенку, и она будет чувствовать в этот момент, что я уже больше никогда не буду рожать. Это так болезненно. У меня никогда не будет больше детей. Но когда она увидит прекрасное лицо ребенка после рождения, она забывает о боли, которую она испытала, когда в природах. И затем, наконец-то, вот эта югта вайрагия, которая является истиной вайрагии. Как Широпа Госвами объясняет, что вот это пятое, это югта вайрагия. Если вам то, что необходимо для поддержания тела, вы должны принять ни больше, ни меньше. Если больше, вы будете в хоге. А если меньше, у вас будут роги, вы заболеете, обретете болезни. Поэтому сколько вам нужно для поддержания этого материального тела, вы должны принять. Потому что без поддержания здорового образа жизни вы не сможете совершать баджи. Поэтому для поддержания этого тела вы должны взять столько, сколько вам необходимо. Ни больше, ни меньше. И воспевать святые мина кришному ка мантру. ИСМЕY, 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 поэтому очень много времени используйте на то чтобы добыть пропитание и как бы все вот эти телесные потребности которые отнимают так же время и поэтому кто-то в гневном настроении может сказать что если этот человек оставить тело очень много одежды вы знаете выбрасывается там где-то на крематоре поэтому зато кто тяги кто кто саду он может взять эту одежду посетил ему ну и у него будет возможность одеться но если вы то кто голоден например если вы испытываете голод если совершаете баджан что чем вы должны питаться кто-то может ответить что деревья которые не дают плодов которые дают плоды вы должны воспользоваться этими плодами и далее продолжать баджан эти деревья они очень милостливые плодоносящие деревья поэтому что что вы должны пить для этого нужна вода тот кто-то может сказать что есть река например как в ганга ему на другие священные реки а где же а где же взять хотя бы этот кувшин или же стакан для того чтобы выпить воды но ее можно просто выпить с ладошки с ладони для этого не нужно использовать ничего а если слишком большой дождь начнется каким же я могу способом спастись от от дождя а очень много пещера находится в горах вы можете укрыться в пещере а как где же я буду спать как например и нам нужно хотя бы подушка или что-то такое что подложить можно господь нам дает руки вы можете их использовать в виде подушки просто лежать на руке и вам будет удобно а если животные например если кто-то находится в джунглях и животные нападут например слоны или же львы и тигры а что же делать он у господь же бактавацалия а и поэтому преданные ему очень дорогие ему если у вас есть очень непоколебимая вера в господа вам нечего бояться что сами что-то произойдет поэтому все что вам необходимо для это поддержание тела и также то что вы можете использовать в служении хари гору овощ на вы должны принять и все эти вещи которых я упомянул это на самом деле вот когда статья йога было деревья они плодоносили и чистая чистая вода была в реках и природа она была очень благоприятна для того чтобы совершать баджан находясь даже в лесу как например горки шодас бабаджи махарадж такой который пришел совершать баджан у него был всего один ученик чтобы активно такура не было но когда шила бактиса царлаты правопад такур он пришел материальный мир и начал проповедовать во всему миру все люди начали следовать трансцендентному процессу носить кантемалы воскресать именно благодаря милости ищущим от бактиса царлаты правопада и он построил матки для того эти матки для того чтобы у каждого была возможность желающего совершать баджан и лишь только квалифицированные придут совершать баджан а те которые не квалифицированы они не придут горки шодас бабаджи махарадж кто может быть таким как он находясь под деревьями совершать баджан а у шила гуру дэв шила гуру дэв он построил этот прекрасный храм в котором всегда всегда муха просад и все у хороших хорошие возможности но много ли приходят храм и изъявляют желание находиться в матке шила правопада говорил что в генгале есть особый рис и очень ароматное масло гель или или же как и поэтому там там говорится что что те которые те которые жертвуют жертвуют вот это все как мы знаем для то чего он это делает для того чтобы даже те неквалифицированные которые которые совершают эти пожертвования они могли прикоснуться к трансценденту знания проповедуя в бенгалии очень многие как вот здесь объясняется могут занять заняться хари баджаном и потому что про покупала он вот это так как шила правопада говорил и мой гуру дэв хотя бы одну жизнь и вы должны отдать находясь в матке поэтому с самого утра начиная с мангаварате затем баджан и класс и так далее шила правопада дал эти правила и он построил эти матки для того чтобы мы могли обретить духовную квалификацию иметь такую возможность заниматься духовной практика и харе кришна а и и Продолжение следует...